Вообще, в таких лесах, куда я сегодня попал, можно совершенно случайно найти корень женьшень. Но это нужно быть прям очень сильным везунчиком. Можно отойти от дороги примерно на 50 метров и найти. А можно неделю лазить в таких вот лесах, искать этот корень женьшеня и не найти его абсолютно. В общем, парни, решил я заехать на гору Флаговая. Она здесь находится, на моем маршруте. Как находится на маршруте? Я бы, конечно, вообще не планировал сюда сегодня ехать. Вот, нахожусь в такой тайге. Вот мой велосипед. Я, наверное, еду уже минут 15-20, постоянно в подъем. Вот. И лес все сгущается и сгущается. Я нахожусь сейчас в такой, как сказать, в тайге. Комары начинают жрать, я вот остановился. Вот. Дальше ехать одному уже как-то жутковато, потому что может и медведица с медвежатами где-то здесь ходит. Здесь и тигриные места. Тигры здесь обитают у нас. Фу, тьфу, блин. Комары аж в рот лезут. Вот. Так я, короче, разложился. Не знаю, сейчас еще, наверное, с километра я вверх проеду. И все время вниз, потом поеду обратно. Короче, если вы смотрите это видео, значит, я остался жив и все нормально со мной. Но что-то жути я уже натерпелся. Еду, все время разговариваю с собой, чтобы и себя немножко успокоить. Как бы, да, и звери, если что, отпугнуть. Гоупрохо вот сюда повесил. Сам уже уделался я весь. Грязный, капец. Велосипед тоже я уже уделал. Грязюки. Вот так все. Крутим педали. Постоянный подъем. Постоянный. Света какая. Ноги мокрые, я уже весь грязный. Ох, как здесь глубоко. Ничего, прям дальше. Пока дорога не заросла. Какой кайф. Такой кайф тут ездить. Да, это здорово я ее. Хер его знает, тачок, наверное, был. Ага. Чей-то тачок был. Постоянный подъем. Подъем на гору Флаговая. На самый пик. Я уже здесь был разок. Тоже один ездил. Ну, так жутковато, конечно, одному. Поэтому приходится разговаривать сам с собой. Чтоб тебя слышали. Звери. Ну, резина гребет. Резина гребет. Так. Чего же обезжать? Чтоб он уже грязный. Полянка не кошная. Вверх, хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не падаем. Чего не хватало здесь свалиться. О, вот она. Тайга. Вот она тайга. Комарьё сжирает. Примористые подъемы начинаются. Короче, поймал вот такую лягуху в нашем приморском лесу, в приморской тайге. вот она кла-кла там это и голоданов комарьё сжирает капец выпустим лягушку пускай идет по своим делам как здорово кадр с 98 107 чем не там показывается в один нормальный кадр вот она красота красота и дикость этих мест постоянный подъем еще сильнее круче становится это как вызов уже последняя передача пульс уже это чё начало четвертой зоны пятой мама видео и давление надо было спустить падаем ништяк выползли крутой такой был подъем он и часто тоже подъем но там шишечка была такая кайфовая так комары грызут еще одно слово в плюс вот этой сумке то что у нее есть такой чехол замечательный и вот это вот грязь сейчас вся она он даже не задерживаться на этом чехле просто скатывается хотя заднего колеса бежит летит такая грязь очень серьезная вот он мой трек второй раз уже на этом маршруте в тайге когда меня черти несут он дурачок так вообще кайф конечно ехать чтобы никто не съел здесь какая зверюка колючки цепляться и падая держимся себе еще один подъем максимально легкая передача вот кайфово так аккуратненько аккуратно падаем да кто-то подумает с ума сошел сам с собой разговаривает что делать ну кайф вот она тайга матушка тайга матушка дерево какое-то упало так отлично хорошо пока нормально идем пока нормально но где-то здесь будет каменистый прям такой подъем который заставит поволноваться я тогда там по моему даже привалился немножко так какой-то плоскач это плоскач все это мне зарастает конечно так это стрёмно так падать никто не хочет я не хочу падать велосипед но не хочет падать хотя мы уже оба грязные так шпарим дальше где-то подъем вообще если сказать честно конечно жидковато находиться в таком лесу одному вообще я живу в сельской местности как я уже говорил и можно проехать буквально 15 километров и оказаться в тайге в абсолютно непролазной тайге вот ну есть в этом что-то какая-то изюминка какая-то красота в этом девственном лесу где растет кедрач где растут дубы практически вековые когда еще допустим некоторые склонны не попали под разработку лесовиков вот есть в этом какая-то своя прелесть красота какая здесь смотри красота вообще кайф смотри вот оно вообще в таких лесах куда я сегодня попал можно совершенно случайно найти корень женьшень но это нужно быть прям очень сильным везунчиком вот можно отойти от дороги примерно на 50 метров и найти а можно неделю лазить в таких вот лесах искать этот корень женьшень и и не найти его абсолютно нисколечко и сейчас кстати вот в такое время в такое время ягода которая на корне женьшень растет она как раз красная она не всегда красная кто не знал вот и сейчас вот в августе с середины августа можно найти этот корень именно по этой красной ягоде а потом концу сентября когда ягода уже осыпается когда ее птички клюют там и разносят ее по всему лесу тем самым он и распространяется этот корень женьшень ягодками вот когда эти ягодки опадают и листва уже становится желтая на деревьях на кустарнике вот сам корень женьшень а листва корня женьшень остается зеленая и охотники за этим корнем ищут этот корень именно по зеленым листочкам которые выдают его среди желтой растительности вот мы сейчас находимся как раз в таких местах заехал я сам того не знаю вообще не планировал сюда ехать пока меня комары не сожрали я наверно буду выбираться буду выбираться отсюда уже вечереет хорош наверно судьбу испытывать поеду я все-таки по своим привычным маршрутам ну что красавчик погнали уже вниз вниз то повеселее наверное даже сейчас наушники одену так будет гораздо приятней катей хватит кусаться что запись идет идет что ты запела все в наушниках ария погнали все оставляет комаров позади накручиваем скорость повыше все погнали это кайф за дверь я выгнан в ночь но выйти вон и за мне прочь ты без меня хоть застрелись все решат что это твой каприз повтори его на мисс да я уйду не плевать ты знаешь где меня искать в квартале красных фонарей я смогу тебя забыть быстрей это дело двух ночей но хватит брать и все время хитрить здесь все за деньги не сложно купить какая грязь какая власть и как приятно в эту грязь упасть послать чертям манеры и контроль сорвать все маски и быть просто с собой вокруг живой товар в сердцах мороз в глазах пожар я вызвал ту, что выше всех мой маневр имел большой успех в доме сладостных утех она молчит она не пьет не терепит не пристает она послушна и умна все умеет что умеет даже на счет оплачет ночь полна но хватит брать и все время хитрить в общем выбрался я из лесу никто меня не съел никакой медведь никакой тигр не напал все ништяк продолжаем движение я уже выбрался на асфальт немножко полетал на дроне уже темнеет и еще до дома наверное километров 25 нужно будет пилить вот в общем все в порядке занимаемся продолжаем заниматься дальше спортом ну видите сами здесь безлюдно у нас такие места тут катайся не хочу никто не мешает природа наслаждаемся природой короче если бы еще не было комаров блин комары сегодня дали пилюлей конечно я весь грязный на камере не знаю видно не видно возможно удалось заснять какие-то прикольные кадры с этой камеры со второй когда я спускался когда я поднимался на эту сопку в общем все ребята всем спортом